Анатолий Павелий признался, что списывал в школе. Свой секрет глава Колпинского района раскрыл во время участия в акции «Тотальный диктант». Оказавшись за партой, Анатолий Павелий переживает, как в детстве. О чем-то переговаривается с исполняющим обязанности главы муниципального округа Колпина Олегом Милютой. «Тотальный диктант» руководитель администрации и многие его подчиненные пишут в первый раз и, конечно, предаются воспоминаниям. «Какая у вас в школе оценка была по русскому языку?» «Я думаю, что не помню, но думаю, что отлично, потому что аттестат был 5 баллов, значит, была отличная оценка». «А вы списывали в школе?» «Конечно, конечно, да. И шпаргалки были, и все, и не миновалась я чаша». В Колпинском районе диктант писали на четырех площадках. 446-я гимназия, которая выпала принимать районных чиновников, подключилась к акции впервые. Кстати, директор Игорь Лев тоже проверил свою грамотность. В этом году участникам диктовали текст Леонида Юзефовича. Он состоит из трех частей, посвященных любимым городам автора – Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу. Петербуржцы писали часть, повествующую о бурятском городе. «Диктант каждого года трудный. Он труден с точки зрения пунктуации и с точки зрения орфографии. Но текст прекрасный, текст очень красивый». За поведение на диктанте чиновники заслужили пятерку. Не шептались и не подглядывали правила в смартфонах. Или же делали это очень незаметно. А какие оценки они получат за грамотность, станет известно после 12 апреля. «Лично мне сложнее было с пунктуацией. И, наверное, не потому что не умею, а потому что из сложности текста, необычности. В последнее время ничего не пишу, только подписываю, а тут нужно было писать. Поэтому, ну, не знаю, надеюсь, что положительная оценка». 10 апреля в 19 часов по московскому времени на сайте «Тотального диктанта» состоится разбор текста. Получить свои работы с исправленными ошибками все петербуржцы смогут на «Казанской-7». График выдачи можно уточнить в интернете.